Оренбургский спорт На стадионе поселка Пригород на Оренбургского района встречаются футболисты старшей возрастной группы, юноши 2000-го, 2001-го годов рождения. До финала областного турнира «Кожаный мяч» добрались 6 команд из Сорочинска, Александровского, Первомайского, Ташлинского, Оренбургского и Новоорского районов. Конечно, тяжело было на отборочных играх играть. У себя там сыграли, вышли с первого места. Сорочинцы против хозяев поля – футболистов Оренбургского района. Обе команды настроены решительно. Те, кто не в игре, пока в роли болельщиков. Наблюдают за происходящим и ждут своей очереди. Хотя о том, кого стоит бояться больше всего, участники соревнований уже знают. Друг с другом на поле прежде встречались. Мне кажется, это Сорочинск. Не знаю, не один год с ними играем. Самый серьезный соперник, я думаю, Сорочинск. И все. Только с Сорочинском встречались. Ну и Первомайский район. Когда готовы, обыграть соперника несложно. Так считает капитан команды Александровского района, фанат Барселоны Юрий Фарафонтов. Но хорошая физическая форма – это еще не все, что нужно для победы. Дружба, сплоченность. Как поддерживать друг друга? Всячески поддерживаем. Никогда друг друга не ругаемся. Команда у нас, конечно, хорошая. Ну, не первый раз в частных соревнованиях, как побеждали много раз. И на России были, на всероссийских соревнованиях. Там шестое место заняли из 18 команд. Но я думаю, хороший результат все-таки. Мы продолжаем говорить о футболе и в студии нашей программы президент Оренбургского областного футбольного союза, депутат Законодательного собрания области Александр Трубников. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый день. Вы уже достаточно давно возглавляете Оренбургский областной футбольный союз. Поясните, чем занимается данная организация? Наш футбольный союз, ему вот в этом году мы отмечали 25 лет, с 90-го года была создана эта общественная организация, которая как раз и берет на себя основное это взаимодействие, организацию вот этих соревнований, обеспечение в соответствии с регламентами справедливого судейства, значит, составление графика соревнований. То есть у нас вот два больших мероприятия, такие два больших соревнования – это чемпионат и кубок. Какой уровень традиционно показывают команды на этих соревнованиях и можно ли кого-то выделить особенно? Уровень любительский. Но вот, знаете, от души хочу сказать, рубятся ребята, вот, как говорится, с таким вот удовольствием, с таким азартом. И иной раз вот когда смотришь, думаешь, так и что же такое, почему же наша сборная Российской Федерации не играет на таком уровне, почему нет такой самоотдачи, почему нет такого, понимаете, он, его шибли в поле, так он не изображает из себя упавшую балерину там и не кричит так, что его за пять километров услышано, а встает и бежит дальше. Если говорить о командах, которые на сегодня день являются основными или задают тон, или как бы являются законодателем, их не так уж много у нас, но не так мало, сейчас я их назову. И радует, что они в равной степени есть условно в центре, есть на западе, есть на востоке области. То есть эти команды являются своеобразными точками, могут являться своеобразными точками интереса для мальчишек, для девчонок, именно тем стимулом, чтобы прийти в спорт номер один и конкретно им заниматься. Кстати, вот если говорить об уровне, то у нас, конечно же, это Дюж, Газовик Юбилейный и НО-102, это вот две команды, они несколько стоят особняком, потому что они имеют отношение к команде мастеров, которые играют у нас и на зоне по Волжье, и на ФНЛ, кого мы как общественная организация могли бы сейчас отметить. Это команда «Автомобилист» города Сорочинск, «Нефтяник», «Бузулок», команда «НО-102» «Новотроицк», спортивный футбольный клуб «Орск», он из Орска, конечно же, это, я повторяюсь, юбилейный «Газовик» Оренбург, «Юнос-Олилецк» и «Металлорг» Медногорск. То есть вот это наши основные законодательные моды. Но хочу сказать, что и другие футболисты, другие организаторы сейчас делают много для того, чтобы подтянуть команды. И у нас, кстати, к слову сказать, в области есть все условия для этого. У нас есть там порядка пяти круглогодичных, можно сказать, искусственных площадок, где можно заниматься, и есть хорошие естественные поля. Александр Сергеевич, вы сейчас в каких отношениях с футболом сами? С удовольствием, когда представляется возможность, как мы это называем, гоняем мяч. Обычно это происходит в зимнее время в спортивных залах. Футбол, скажем так, назовем. Вот, конечно, являюсь болельщиком и поддерживаю, и болею искренне, в первую очередь, конечно, за местные команды. Кстати, когда «Газовик» вышел вот уже с ФНЛ, по примеру города Оренбурга, могу сказать, количество мальчишек, пришедших в детскую юношу спортивную школу «Газовик», увеличилось там, ну, скажем так, чуть ли не в два раза. То есть есть и стимулы, есть интерес, для кого-то это, может быть, и будущая карьера. В федеральном уровне, ну, тоже не в обиду будет сказано другим болельщикам, но так повелось у нас, наверное, с пяти-шести лет, я за «Спартак». Давайте сделаем небольшую паузу и посмотрим сюжет. За какие команды болеют оренбургские футболисты? За что они любят игру миллионов? Мы побывали на соревнованиях чемпионата города и попытались найти ответы на эти и другие вопросы. Увлечение детства переросло для них в нечто большее. На футбол они всегда стараются найти время, несмотря на учебу и работу. Пока в разных уголках Оренбуржья за победу борются участники чемпионата области, в столице региона 10 команд сражаются в чемпионате города среди коллективов физической культуры. Возраст футболистов самый разный, есть в составах настоящие ветераны спорта. Однако сегодня их на поле не увидеть. «Газовик-98» в синей форме против команды ОГУ в белой. Поединок молодых и амбициозных. В первом тайме ворота соперника пробивают футболисты политеха. «Газовик» отвечает во второй половине встречи. Счет 1-1. Весь оставшийся отрезок матча к игрокам взывают тренеры и болельщики. Одни дают советы. «Пас! Пас, Антон!» Другие настоятельно просят. «Давай, давай, давай, давай!» «Ну, есть, есть!» Одолеть соперника не удается ни одной, ни другой команде. В итоге ничья. «Да все хорошо, в принципе, ну, немножко подустали просто. Жара на улице. Устали немного. Команда «Газовик»-то послаженная игра, поопытнее, можно сказать. Ну, можно сказать, в целом игра равная была». У футболистов будет еще масса возможностей проявить себя. Чемпионат города завершится в октябре. На сегодняшний день развитие футбола в регионе по пятибалльной шкале на какую оценку вы бы оценили? И чего, на ваш взгляд, еще не хватает? Не особо там, как бы, нахваливая футбольный союз, сказал бы, что твердая четверка. Вот она твердая четверка. Потому что твердая пятерка, и вот из этого сейчас поймем, чего не хватает. Твердая пятерка – это, конечно же, большее количество команд. И что греха таить-то? Вот если мы же честно с вами говорим, да? В том сезоне у нас было меньше команд в предыдущем. И были проблемы. И спасибо, значит, Министерству спорта, спасибо и губернатору в этом плане, что была нам оказана поддержка, в том числе моральная, в первую очередь. Потому что, смотрите, мы организовываем, наготовимся. Но очень многое зависит от муниципалитетов. И если по какой-то либо причине глава муниципального образования говорит своему заму, который курирует этот вопрос, или руководителю команды, слушай, не до тебя, а у нас проблемы. Но, знаете, что бы ни делал футбольный союз, заставить их играть невозможно. Потому что понятно, что это есть издержки. Это, конечно, вступительный взнос. Там не такие большие деньги. Вот по этому году это 70 тысяч рублей. Это как раз деньги идут на организацию судейства, на все оргтехмероприятия. А в том числе и призы, и командировочные расходы. Но все равно издержки у команды сохраняются. К сегодняшним 14-м командам можно было бы смело добавить еще минимум 6 муниципальных образований, которые с хорошей историей, которые по той или иной причине не заявились в этом сезоне. Реально нам еще не хватает, конечно же, развития полей. То есть надо дальше идти по этому поводу, по этому вопросу. Потому что некоторые муниципальные образования говорят, ну вот у меня нет искусственной площадки, а свою сделать, вот у меня нет специалистов, потому что газон, потому что там сложное сооружение, там многослойное и так далее. То есть мы его не вытягиваем. Поэтому вот то, что сейчас мы вот так вот идем в развитии спортивных площадок, я считаю, что и дальше надо идти, конечно же. Болельщики. Я беру вот сейчас любительский спорт. Приходит в общем массе, ну мы так прикидывали, грубо мало, но за год, за год приходит не менее 10 тысяч человек посмотреть. То есть вот, ну это же прилично. То есть чтобы была пятерочка, нам здесь нужно содействовать муниципалитету, потому что муниципалитет может во время футбольных соревнований проводить и свои мероприятия. Александр Сергеевич, большое спасибо за участие в программе. Кто готов к труду и обороне? На днях это выясняли участники регионального этапа фестиваля ГТО. Школьники 11-15 лет из 9 муниципальных образований области. В программе дисциплин, где учащимся нужно было проявить себя, плавание, пулевая стрельба, легкая атлетика. Подробности далее. Проверить себя в конкурентной борьбе в областной центр приехали 36 школьников из Орска, Бугуруслана, Сорочинска, Абдулинского, Курманаевского, Оренбургского, Октябрьского, Ташлинского и Ясненского районов. Прежде чем попасть на региональный этап фестиваля ГТО, они стали сильнейшими в своих муниципальных образованиях. После яркой церемонии открытия участники приступили к самому главному – сдаче нормативов. На стадионе Оренбург школьникам предстояло пройти целую череду испытаний. Среди обязательных тестов наклон вперед из положения стоя. Ноги должны быть прямыми. Выполнить задание не так просто, как кажется. Здесь все зависит от гибкости. Подбородком выходим на гриль. Ноги вместе. Есть два. Сила рук и выносливость – вот что нужно в обязательном для парней виде программы. Потягивание извисы на высокой перекладине. Для золотого знака юношам 11-12 лет нужно подтянуться 7 раз, парням 13-15 лет – 10 раз. Участники сильные, соперники. Давление оказывают. Психологическое. В школе было проще. В школе я 15 подтянулся, 10-9. Здесь судят строже, чем у нас в школе. В школе все равно свои учителя, все равно маленько. Не так уж и строго. Вначале начинают очень высоко подтягиваться, потом уже и подбородок не показывают. Фактически должны выполнить вот в одной паре. Тишнистки правильно, не сгибая ног, без рывков. Самый высокий там 18, но в принципе меньше 8, никто не подтягивался. Метание меча весом 150 граммов – еще одно испытание, через которое участникам пришлось пройти. И хотя у некоторых снаряд не следовал положенной траектории, большинство школьников с заданием справились. В целом боевое крещение комплексом ГТО школьники приняли достойно. Плавание сдал, стрельбу сдал, подтягивание. Бег 60 метров. Результатами в общем доволен. Нужно готовиться к армии на будущее. Полезно для здоровья. По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах стали Юрий Антонов и Нелли Мазитова, Артем Гузенков и Любовь Бученкова. Сильнейшие в конце августа отправятся в Белгород для участия во Всероссийском фестивале ГТО. Акция «Лучший спортсмен месяца» продолжается. По итогам голосования в мае этот титул завоевал орский боксер Марсель Инсапов. А на днях Кубок чемпиона мы вручили победителю апреля – боксеру Рустаму Бесимбаеву. Напомню, Рустам вошел в число претендентов благодаря победе на первенстве России среди юношей, которая проходила в Оренбурге в начале апреля. Мы продолжаем выбирать лучших и открываем июньский марафон. Спортсмена этой недели назовет спортивный обозреватель Сергей Тыщенко. Сергей, добрый вечер. По вашему мнению, кто лучший спортсмен прошедшей недели? Ну, по выбору я делал, в принципе, недолго. На мой взгляд, очевиден. Я отдаю свой голос Алексею Смирнову. Совсем недавно он вместе с «Вакилом Газпромом» выиграл третий титул Лиги Европейских чемпионов по настольному теннису, а еще чуть-чуть раньше – чемпионат России. При счете 2-0 Алексею Смирнову пришлось провести, на мой взгляд, самый напряженный матч, в том плане, что немцы могли возродить интригу, а здесь и соперник у него был достаточно непростой, но в пяти партиях он взял верх и принес победу «Вакилу». И вот этот титул стал для него третьим, вот этого престижного турнира. Мог еще одну медаль он в ближайшее время заработать, но, к сожалению, не попал на эти первые европейские игры, которые пройдут в Баку, уж по каким-то причинам непонятно, там с федерацией какой-то конфликт. В любом случае, я думаю, вот эти два титула, которые Алексей Смирнов вместе с «Вакилом Газпромом» завоевал, веское основание считать его лучшим спортсменом. Сергей, спасибо огромное. Спасибо. Прямо сейчас анонс предстоящих спортивных событий. Открытый турнир по городошному спорту, посвященный Дню России, пройдет с 12 по 14 июня на территории детско-юношеской спортивной школы номер 4 «Урал». Открытие 13 июня в 12 часов. Ко Дню России будет приурочен и городской турнир по футболу среди команд ветеранов, который начнется на стадионе Оренбург в 11 часов. А наш выпуск на этом завершен. До новых встреч в программе «Оренбургский спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова